Ямка в полупространстве теперь. Теперь у нас размерность немножко больше. Имеется полупространство. Пускай ямка оккупирует, занимает зону омега. Омега это R2. Это некоторая зигура. Ямка определяется некоторой функцией f от x, y. Функция задана на этой фигуре. На этой фигуре или на этой области она отрицательна. И станет спешим такая же задача. Смотрим вертикальный поток, который падает на эту ямку, создает давление. Нужно найти ямку и функцию, которая минимизирует силу давления. Здесь среднюю силу. Почему я написал среднюю силу и что значит среднюю? Потому что минимизировать силу давления потока очень легко просто сжимает ямку до нуля. Ясно, что чем меньше площадь ямки, тем меньше силу давления. Для того, чтобы избежать такой тривиального и неинтересного решения задачи, мы назовем, давайте напишем, что средняя сила равняется, не конкретизируя в виде формул, мы просто напишем силу давления на ямку деленная на площадь ямки. Тем самым задача у нас корректно поставлена. Если мы, например, захотим сжимать эту ямку, представим себе, что ямка сжимается, оставаясь подобной самой себе. То есть преобразование подобное. В два раза ее сжали, сила уменьшилась в четверо, когда мы сжали в два раза, сила уменьшилась в четверо, но и площадь тоже уменьшилась в четверо, поэтому ничего не изменилось. То есть вот это вот правильная такая постановка задачи. А все-таки напишите формулу. Да, красиво, им понравится. Серьезно, просто у нас же эстетическое тоже должно быть чувство какое-то. Правда. Сила сопротивления выражается в виде вот так. Ребята должны видеть перспективу, правда. Тут избежать каких-то конкретных построений, стараясь все-таки объяснить идеи. А средняя сила, это значит, вот что такое. Сила давления, это будет давленой интеграл. Единица. Единица плюс. Сейчас мы призводы извлекаем. Да-да-да, я именно про это и говорю. Пусть радуется. В числителе у нас как раз сила давления, вернее вертикальный компонент, сила давления вдоль вертикальной силы. Она выражается в виде двойного интеграла, забота функции двойного интеграла по этой как раз углу. Под интегральное выражение это дробь в знаменателе вот единица плюс сумма квадратов частных производных. dfdx, dfdn. Ну, частные производные, можно своими словами сказать, можно так же. Вы же знаете, что производные функции это танденс угла наклона. А если у нас функция двух переменных, то частные производные это танденс угла наклона в направлении параллельным оси Х и в направлении параллельным оси С. Вот эти два танденсы угла наклона в двух взаимоперпендикулярных направлениях. Ну, это также общие слова для общего развития. Значит, в числителе это будет сила, а в знаменателе площадь области, которая обычно обозначается просто мотой. Это как мы можем числа обозначать, так для области тоже площадь обозначается просто секунду мотой. И давайте мы еще сделаем такую нормировку. А, эта формула она уже задает нормировка. Значит, а именно вот что. Это сделать максимальную силу. В каком случае сила давления на ямку максимальна? Совершенно верно, когда у нас просто, когда у нас ямки нету, когда у нас функция тоже действовала равна нулю. В этом случае, в этом случае просто сила ударя каждой частицы максимальная, она ударяется просто в фронтальной и фронтальной от стекла. В этом случае, ну и посмотрим, действительно, в этом случае эти частные производные, поскольку функция равна нулю, то и частные производные тоже равны нулю. В этом случае знаменатель достигает своего минимума , значит эта дробь достигает своего максимума. Следовательно, интеграл тоже достигает своего максимума. И этот максимум равен. Значит, ваксону сила F на F равняется F, F на 0, когда F на 0, равняется двойной интеграл по Омегу, интегральность на своей единице, dx, dx, делить на площадь Омега. Из теории интегралов известно, что частицы равны, в этом случае, частицы равны заменателям, если интеграл, то функция равняется единице, мы получаем огромную черную единицу, то есть максимум, который можно достичь. А нам интересен минимум. А нам, конечно, интересен, это же не интересно, потому что подставили горизонтальную площадь, и получился максимум. Нам, конечно, интересен минимум. А минимум когда стекается? Ну, теоретически, вот, что может быть самое лучшее, лучшее, чего мы заведомо ничего не найдем. Самое лучшее, когда частицы отражаются горизонтально, потому что лучшее это нельзя себе представить. Я забыл сказать, что мы тут продолжаем требовать, чтобы отражение было ровно одно, что каждая частица отскакивает не больше одного раза. Это, опять же, очень жесткое условие на самом функции. Она не может быть слишком крутая. Если функция слишком крутая, то будет больше, чем одно отражение. Отраженная частица пойдет вниз. А поскольку у нас условие одного отражения, вот это условие, когда сила сопротивления максимальная, равна 1, то у нас равная граница сила максимальная. Средняя сила, конечно. А вот такая схема отраженности, она может привести к минимальной силе. Сейчас, а не наоборот. Не то, что так, что должно... То, что налево, скорее, должно идти направо и наоборот. Ну, я хочу просто сказать, что отраженные частицы должны двигаться к горизонту. Да, да, да. Налево ли, направо ли. Лучше устроить так, чтобы как бы часть пошла на левую, часть пошла направо, и отраженные импульсы друг друга скомпенсировать. В этом случае мы получим F равняется 0,5. Ну, или F2. Половина. В этом случае... Сейчас. Почему 1, 2? Можно пояснить по формуле? Почему 1, 2? А вот почему. Потому что... Потому что... Нужно понять, и градиент приспользовать. Ну вот. Пусть у нас, как бы, по Y ничего нету, там 0 как бы. По X у нас будет под 45 градусов, так? Да. Тогда производная это единица. Ну, по модулю. Тогда F3 равняется единице. В этом случае мы достигаем вот такого... Да, действительно. Значит, по Y будет производная равняется... А тут будет 1, а тут будет единица. Единица плюс единица 2. Тут получится числитель 1, 2. Интеграл это 1, 2, 1, 2. А сейчас она 2. Отлично. То есть, давайте мы запишем. DF по DX равняется единице. DF по DX равняется единице. Вдруг каким-то чудом оказалось, что в большей части нашей поверхности равняется это соотношение. Тогда у нас получится... Вот что как раз соответствует этой картинке? Направление X, производная равняется единица. Одноправление Y, производная равняется единица. Отскок будет вот такой. Интеграл в числитель будет интеграла по вторым DX и B по полнику. Делить на площадь Омири. Поскольку интегральное выражение стало у нас в 2 раза меньше, одностатное. Минимальное значение... Гипотетическое минимальное значение... Артетическое минимальное значение силы. Давайте я поставлю тут два больших знака вопроса. Потому что, во-первых, горизонтально отражённая частица лететь не может. Ведь смотрите, у нас имеется ям. Ну, я понимаю, что это такое. Ям. Если бы действительно производная равнялась бы единице, то угол наклона был бы 45 градусов, он бы летел горизонтально и ударился. И ударился бы об эту стенку. Он должен быть чуть-чуть меньше единицы. Чтобы угол наклона был бы... Если ямка достаточно длинная, угол наклона чуть выше горизонтали, если производная чуть-чуть меньше единицы, то это, в принципе, возможно. И хочется сделать так, чтобы на большей части нашей площади угол наклона был почти 45 градусов. То есть... Ну, можно ли это сделать? Вот вопрос. Я, забегая вперёд, скажу конечный результат. Конечный ответ заключается в том, что минимум этой силы как раз будет равняться от этого. Равняется от этого. На самом деле, минимум, а инсимум. Точная нижняя грань. Те, кто знают, поняли. Остальные надо учить математические анализы. Точная нижняя грань значения. Это нижняя грань, которая никогда не достигается. Которая может быть приближена, сколько угодно близко, но никогда не может быть достигнут. То есть, 1 вторая плюс 1 миллионная может быть достигнута, 1 вторая плюс 1 миллиардная тоже может быть достигнута, но ровно 1 вторая не может быть достигнута никогда. Вот именно из тех соображений, которые я придумал, что производная никогда не может быть равна точности, равна единице, а может чуть-чуть меньше. Как теперь все это устроить? Хочется, чтобы большая часть площади была накладена под углом 45 градусов или чуть-чуть почти 45 градусов. Теперь я поневоле прихожу к таким рассуждениям, не к доказательным рассуждениям, а просто к таким бездоказательным аргументам, к соображениям. Хочется, чтобы на большей части площади наклон был почти 45 градусов. Но это встречает препятствие вот как бы. Если будет наклон всюду в 45 градусов, то отраженная частица ударится от другую часть графика. Вот в чем беда. Если мы представим, что мы график формируем из зеркал наклоненных под 45 градусов. Если эти зеркала будут заполнять большую часть нашей фигуры, то они будут мешать друг другу. Отраженные лучи будут стукаться об эти зеркала и ничего хорошего не получится. Тут нужен умный способ избежать этих проблем. В принципе, хорошо, даже грамотно делать зеркала в форме проболоидовращения. Если мы будем формировать зеркала, который является кусочком поверхности, в виде кусочков поверхности проболоидовращения с окси в данной точке, то отраженные лучи пойдут почти под углом 65 градусов и выйдут как раз в этой точке. То есть мы хотим делать зеркала, формируя график нашей функции в форме кусочек поверхностей проболоидовращения, которые так что отраженные лучи дальше двигаются, сжимаются и в итоге выходят в фокусе, выходят вверх. Если мы посмотрим сверху, то получим что-то вот что. Вот у нас полика на нашей плоскости, это ведь сверху на нашу плоскость. Частицы падают на наши зеркало, которые выглядят примерно вот таким вот образом. Вот наш фокус. Ну вот после отражения лучи берут то ли какого-то коридора на тех пор, потом идут. То есть вид сбоку, он вот такой. Есть такой, понятно, да? Вид сбоку такой. Вертикальный поток лучей, я вот такой вот такой. Вид сверху вот такой. Вертикальный поток лучей падает вот так вот, на это зеркало, которое расположено вот так. И после отражения они немножечко поднимаются, они уже расположены в металле, в зеркале, и выходят вот в этот вид. Все бы хорошо. Вот беда. Вот у нас зеркало, вот у нас коридор. Коридор гораздо больше, чем зеркало. Зеркало замечательное. Оно реализует наилучшую ситуацию. Коридор плох. Нужно что-то делать с коридором. Либо, можно я сначала думал, может быть, новое зеркало или какие-то коридоры. Что-то нужно делать. Коридор плох, потому что от него отражение будет плохое. Нужно что-то сделать. Значит, идея такая. Брать большое количество вот таких вот зеркало с коридорами и пересекать их друг с другом. Дайте нам еще слова. Идея. Брать так, чтобы коридоры накладывались друг на друга. А именно. Вот смотрите. Вот у нас есть. Вот у нас есть зеркало. А вот у нас здесь длинный крик. Коридор. При собачьем здесь еще одну такую фигуру. Чтобы было еще одно зеркало и еще один коридор. Ну, стараемся сделать так, чтобы зеркала не пересекались, а коридоры пересекались. И будем продолжать эту лужину. Вот. Вылавливаете знакомые, какие-то знакомые черты. Эта конструкция должна быть похожа на конструкцию какие-либо. Мы вытягиваем носы мы этих треугольников. Таким образом, чтобы они хорошо между собой пересекались. В каждом индивидуальном коридоре зеркало гораздо меньше, чем площадь коридора. Но когда мы возьмем их большое количество и пересечем вот так, то площадь, общая площадь всех коридоров наоборот окажется меньше, чем площадь всех зеркал. Но поскольку зеркала, конечно, хорошо, а коридоры плохо, то это и будет решение. То есть площадь фигуры, занятая коридорами, будет мала, а площадь, занятая зеркалами, будет велика. Вот и все. Понятно были мнения? Мы вот так вот будем пересекать. А вот и идея. То есть не идея, а конкретная конструкция. Пойдем в коридор. Коридор это наш шаг. Зеркало это треугольник, а коридор это треугольник. Высота это единицы, а сторона треугольника равна, то есть высота в единице, а основание равно А. Теперь будем делать следующее. Пока оставим зеркало в покое. Давайте я даже перерисую. Я перерисую. Так, красивый формул можно оставить. Вокаж на месте. Это можно стереть даже. Уже все. Я сначала просто сконцентрируюсь на треугольниках. Вот нас сторона А, а вот высота единицы. Проводим медиану. Проводим медиану. Снова отмеряем здесь. Проводим горизонтальную линию высоты 2. И продлеваем стороны до пересечения. И соединяем основание медиана. Вот так. И вот так. Получили два треугольника. Первый треугольник был вот как. Ну давайте я лучше. Я не хочу писать буквы, потому что потом их в чертеже будет очень сложно. Лучше я просто пальцем покажу. Вот треугольник вот такой. Вот этот, вот этот и вот этот. Такой исходный треугольник. А теперь мы продлили. Мы стороны боковые продлили до пересечения с этой линии горизонтальной. Вот. И соединились с основанием средины и основания. Получили два уже треугольника. Один треугольник вот такой вот узкий. И второй треугольник такой. И теперь мы продолжаем эту процедуру. Каждый новый треугольник снова делим на 2. Но каждый раз будет рисунок рисовать все труднее и труднее. Потому что вот мы нарисовали уровень 3. Дальше я просто треугольник стою. Вот возьмем первый треугольник. Продлим сторону до пересечения. И соединим точки пересечения с основанием вот этой первой стороны. Вот это же первый треугольник. Получится вот что-то такое. Получится что-то такое. И вот что-то уже плохо получается. И вот тут тоже продлим на пересечения с перезаграли линии. И тоже соединился с серединой стороны уже второй треугольник. Получили уже четыре треугольника. 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 на шаге N удваиваем каждую из этих треугольников. Так, опять я немножечко напутал. Значит, вот у нас исходный треугольник. Значит, на первом шаге получилась высота 2, а на втором шаге получилась высота 3. То есть на N шаге получилась высота N плюс 1. Значит, на N минус первом шаге получилась на самом деле высота N. Чтобы быть уже точным. И в каждом из этих треугольников, получившись на N минус первом шаге, мы делаем с ним эту процедуру. Вот у нас имеется этот треугольник, вот у нас высота N минус 1. Этот треугольник будет очень узненький, но поскольку это рисовать трудно, я делаю его широким. Хотя я грешу против истины на самом деле, но просто для удобства рисования. Опять же, вот высота N минус 1. Каждый из этих треугольников надстраиваем сторону до пересечения с линией высоты N. И соединяем с основанием стороны. Из каждого треугольника получится опять два треугольника. В итоге получится уже два в степени N в треугольниках высоты уже N минус 1. Во-первых, у меня уже время, близко к концу, поэтому я не буду проверять, что пересечение тут достаточно хорошее, и площадь, полученная на N шаге, площадь SN оценивается как какая-то констальта умножить на логарифм N. Ну, логарифм N вы, конечно, знаете, что такое логарифм. Ну, вы все знаете, что такое логарифм. Вот, к сожалению, не удается все это объяснить от и до, но оценки, подобные тому, которые проведены ранее, в общем-то несложно показать, что площадь будет... Просуммировав сумму ряда на логарифм N, мы получим в итоге логарифм N. На самом деле, эта конструкция, она тоже есть в литературе. То есть, люди ее тоже придумали. Эта конструкция отличается от конструкции Безиковича. Безикович делил на дольки и сдвигал их горизонтально. Здесь мы делим на дольки и не сдвигаем горизонтально, а вытягиваем носы и как бы поворачиваем носы направлены на них. Но люди тоже научились с этим работать. Есть много работ, связанных именно с этой процедурой. И, значит, что мы здесь сделаем? В итоге у нас получится... В итоге изготовлены 2 в степени N треугольников на N шаге, 2 в степени N треугольников высоты N-1. Теугольников, сколько коридоров, коридоров для наших частиц. И 2 в степени N зеркал высоты корня Z. Давайте сделаем высоту этих зеркал корень Z. Они будут пересекаться, эти зеркала. Мне действительно мне остается сказать, что это, опять же, легко проверить. Почему корень Z абсолютно непонятно. Почему корень Z? Понятно, что сильно меньше N, при этом сильно больше алгоритм. Совершенно верно. Площадь этих зеркал суммарной площади будет порядка корень Z. А площадь этих коридоров в алгоритме N гораздо меньше. То есть очень хорошо для нас. Зеркал много по площади, а коридоров мало. И при этом они короткие, по сравнению с коридорами. И при этом они короткие. Совершенно верно. Они короткие. Длина корень Z в то время как длина коридоров N. Это тоже хорошо. Вот. Ну, собственно говоря, вот вся наша идея заключается в том, то есть получается так, что задача, вот эта вот задача Коккея, решенная Визиковичем, у нее оказалась долгая жизнь. Она каким-то странным, непонятным образом, вернее даже не сама задача, а конструкция, приводящая к решению этой задачи, она всплывается произвольно тут, 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 там и помогает в решении разных задач. И остается много также нерешенных, открытых вопросов, связанных с этой гипотезой, связанных с этой задачей. И, в общем, три финцевских левулянта работали с этой задачей и заслужили отчасти свою премию финцевскую, именно на ней, именно работая с ней. Я только хочу все-таки поправить, чтобы Безнякович был не польской математикой. Это... Откуда у Португалии такая нелюбовь к Польше? Это не любовь к Польше, это любовь к точности. А Безнякович был математикой района. Т.е. такая национальность Караимы. Караимы? Караимы. Вот. И потом, вот смотрите, сколько знаменитых и даже великих математиков в Польше? Поляков? Очень много. А назовите хотя бы одну математику Караимы. Вернее, двух. Первую я уже назвал. Так что... Имеет смысл первую, но как бы обозначил. Почему нельзя сразу сделать вращение вот этой фигуры? Вращение этой фигуры? Да. Да. Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Действительно, мы возьмем эту фигуру и поворачиваем ее вокруг вертикальной оси. И получится что-то такое, как бы это сказать, шлем перевернутый наизнанку. Ну, как бы... Действительно. И первое время действительно казалось, что эта фигура как раз и доставляет решение. И даже была ошибочная работа, связанная с этим. Но дело в том, что... Что значила вот эта сила, которая дается этой форме, она равняется 0,593. Все-таки больше. Правильное решение от 0,5, когда производная всегда единица. Когда отражение почти под 45 градусов. Получается 0,5. А тут все-таки не 45 градусов, а меньше угол наклона. Поэтому сила не 0,5, а 0,599. Немножечко побольше. А почему не 45 градусов? Вот почему. Вот здесь в углах будет 45 градусов. Но когда мы доходим до низу, угол наклона уменьшается. И поэтому сила давления здесь будет больше, чем здесь. Здесь оно как раз давало бы 0,5, если бы мы ограничивались по учетам только этих областей. Вот этих вот. В соответствующих вот этому кольцу. Но вот это вот ухудшает дело. Сил давления больше. И это приводит к увеличению силы. К увеличению силы. КОНЕЦ КОНЕЦ